Эти молодые энтузиасты, митингующие в бумажной фабрике, требуют соблюдения техники безопасности, белой зарплаты и улучшения условий труда на опасном производстве. Сюда их вынудила прийти ситуация, произошедшая с несколькими рабочими. За создание профсоюза их уволили с предприятия. Мы написали жалобы в трудовую, в прокуратуру, но нам хотелось бы, чтобы это мероприятие приобрело общественную огласку, потому что мы считаем, что люди должны понимать, что они имеют трудовые права, и тем более молодые люди. Это виновник торжества Александр. На фабрику он устроился в июле и сразу приступил к борьбе за свои права. Требовал выдать ему рабочую одежду, тщательно провести инструктаж по технике безопасности, рассказать о работе опасных станков. Несколько лет назад из-за травмы на производстве здесь погиб человек. Но требования, осведомленного о правах инженера, никто не выполнил. Александр создал профсоюз, в него вступили еще двое. Больше на фабрике они не работают. Люди не борются, они боятся. Боятся того, что их уволят, как моего друга Александра. Боятся еще каких-то вещей, боятся угрозы жизни. У некоторых семей, у Александра тоже семья, ребенок. Он не побоялся, сделал, захотел это сделать. Ни сотрудники фабрики, ни руководство к митингующим не вышли. Правда, к зданию сразу подогнали трактор и рабочие включили триммеры. Митингующие предполагают, что таким образом пытаются заглушить голос протеста. Это не единственная странность. Заходить уже должны были. Люди уже должны быть на рабочем месте. Сейчас почему-то я ни одного работника не могу снять. Скорее всего, они взяли выходной. Двое других уволенных с фабрики на митинг не пришли и борьбу Александра не поддержали. Впереди у главы новообразованного профсоюза разбирательство прокуратуры и трудовой инспекции. И поиск новой работы, на которой права не будут попраны.